История со сносом хрущевок и переселением за пределы МКАД привычно породила у многих ожидания неизбежной революции в России. Даже уважаемые западные эксперты высказали предположение, что ситуация, в которой российское правительство открыто и от собственного имени нарушает права граждан, оскорбляет не только непосредственных жертв, но и всех россиян. Однако, к сожалению, с последним утверждением довольно сложно согласиться. В то время, как часть российской оппозиции активно обвиняет украинцев и солидаризировавших с ними россиян в отсутствии сочувствия к жертвам произвола, подавляющее большинство самих граждан России, более того, жителей Москвы, похоже, не спешит заступаться за пострадавших. Если мы посмотрим на основные темы московских форумов и соцсетей, то увидим, что подавляющее большинство людей, чьи квартиры не попадают под программу реновации, предпочитают держаться в стороне от этой темы и даже не упоминают ее. Я когда-то уже отмечал, что в случае очередной безумной выходки российского правительства основной потребностью большинства становится не желание изменить ситуацию, а необходимость получить объяснение, чего ради их жертвы были принесены. Этот, доведенный до почти самоубийственной стадии конформизм, породил особый и рациональный тип реагирования на агрессию властей, желание вернуть себе ощущение утраченного комфорта, чувство защищенности и стабильности любой ценой. Главным способом такого возвращения становятся маломальски логичные объяснения то, что очередной удар по нормальной жизни того или иного человека был правильным, верным и предпринятым для его же блага. Похожая ситуация наблюдалась в августе 2015 года во время демонстративного сажения санкционных продуктов. Тогда большинство аналитиков тоже предсказывали массовые волнения, потому что казалось, что власти покусились на святая святых, на еду, притом в стране, переживающей тяжелейшие годы массового голода, да и в наше время полную бедняков и нищих. Однако и эту бессмысленную акцию российские власти смогли как-то полувразумительно объяснить своему электорату. При этом даже абсолютно нелогичных и фантастических объяснений оказалось достаточно. Люди с радостью приняли их, потому что видимость правильности и логичности решения восстанавливала в их глазах иллюзию стабильности и нормального развития страны. И эта иллюзия, как мы видим, оказалась для них важнее, чем собственно продукты. Еще одним проявлением такого самоуничтожающего конформизма стало ярко выраженное желание отмежеваться от очередных жертв произвола. Узнав о принятии программы переселения, большинство москвичей задумалось не о своих правах, не о поруганной частной собственности. Они в первую очередь бросились смотреть, не попадает ли их собственная квартира в программу реновации. Узнав, что его пронесло, и на этот раз русский человек испытывает облегчение и даже, как бы это парадоксально не звучало, благодарность власти. Россияне привыкли к тому, что в их стране с кем угодно, в любой момент может случиться что угодно. И самого факта того, что сегодня это произошло не с ним, многим уже достаточно для счастья. И уже совсем немногие рискнут испытать удачу на прочность и солидаризироваться с пострадавшими, поскольку именно в лояльности властям они видят хоть какую-то гарантию защищенности. Социальный взрыв возможен тогда, когда произвол и лишения будут касаться всех, практически всех без исключения россиян. До тех пор, пока репрессии касаются отдельных категорий людей, все остальные будут радоваться тому, что они не сторонники Украины, не оппозиционеры, не дальнобойщики, не свидетели Иеговы, не гомосексуалисты, не жители пятиэтажек и далее по списку. На просторах интернета можно увидеть, как жители других российских регионов даже злорадствуют, радуясь, что и у зажравшихся москвичей наконец-то начались проблемы. И эта зависть тоже одна из причин, по которой российское общество сейчас невозможно объединить в общем протесте. Любая социальная группа, в которой оппозиция видит зарождающиеся движения к революции, сразу же оказывается в вакууме, в опале со стороны других групп, старающихся всеми силами от нее отмежеваться. Поэтому мне хотелось бы посоветовать российским оппозиционерам не тратить красноречия, убеждая украинцев или эмигрантов принять участие в происходящем, а в первую очередь попробовать убедить самих россиян солидаризироваться с собственными согражданами и поддержать их протест. Как показывает практика, это оказывается не менее сложной задачей в такой стране, как Россия.